Привет, меня зовут Арсений Петров, и на канале Велсаком очень короткая тема. Я нашел для вас самый крутой, самый мощный, самый производительный и, что важно, один из самых недорогих игровых ноутбуков, ну, чтобы на каникулах сидеть и катать во все, что вы хотите. Погнали! Тема такая. У меня дома стоит PlayStation, у меня дома стоит Xbox, но уже довольно старый ПК. Я подумал, надо бы его пересобрать, покатать в КС-ку, вторую, все дела. И мне стало так лень. Ну, потому что это же надо идти, что-то конфигурировать, что-то выбирать. Выход какой? Купить себе игровой ноут. Мы о них очень много раз уже на канале рассказывали, но каждый раз это какие-то страдания, потому что даже в игровых ноутбуках, казалось бы, надо постоянно что-то подбирать по параметрам туда-сюда, потом у тебя начинает не хватать денег. О чем я говорю вообще как-то? Ну, в смысле. Вот. И, короче, это довольно сложно. Проще всего посмотреть этот ролик и понять, что если у вас есть плюс-минус 200 с лишним тысяч рублей, ну да, сегодня вот такие цены, вы можете просто пойти и купить себе ноутбук игровой под названием MyBanBan X639. С MyBanBan мы уже знакомы, мы не первый раз на канале про них рассказываем. Валя тестировал их ноутбуки, оказались классными, вот настал мой черед. И вы можете сказать, чувак, ну вот по этой цене можно что угодно собрать, можно что угодно найти. Я согласен. Но, во-первых, сейчас предновогодние акции, я не знаю, когда вы смотрите этот видос, и все производители стараются конкурировать, делать скидки, но они временные, понимаете? Эта штука будет стоить столько еще очень долго, а может быть потом станет дешевле. Это во-первых. Во-вторых, вы покупаете ноутбук бренда, с которым мы все давно знакомы. Он существует 10 лет на российском рынке, 5 лет. И они, честно говоря, слушайте, мы вроде стараемся, но нам обидно, что о нас пока еще не все знают. Вот, собственно, я здесь, чтобы эту ситуацию исправить. Потому что компании делают, правда, хорошие, и тут еще главная фишка. Эта штука продается официально, и вы можете добавлять оперативную память, добавлять SSD, сколько хотите памяти, и за это вам ничего не будет. Не слетает гарантия, то есть это компьютер, который еще и конфигурируется. Давайте его распакуем, я его настрою, установлю все игры, и расскажу вам, что это вообще за машинка такая, стоит ли вам обращать на нее внимание. Здесь у нас блок питания, как положено для игрового ноутбука, достаточно большой, но не такой здоровый, как кажется. Достаточно тонкий и, на самом деле, не тяжелый, его можно хоть с собой брать. Вообще, если вы киберспортсмен или какой-то человек, который очень любит играть в поезде, в отеле, короче, блок питания есть. О, смотри, наклейка MyBanBan. А, их много тут разных, есть даже рубль, есть кремль, есть вот ура, матрешка, медведь, самолет, правда, какой-то неотечественный, и всякое разное. Вот, пожалуйста, два комплекта наклеек лежит в коробке. Это приколдесс. Ну, если вы любите клеить на свои крышки ноутбуков разные наклейки, MyBanBan о вас позаботилась, вам не придется искать набор стикеров. Даже бухлишка есть. Здесь инструкция, то, что мы никогда не читаем. Ну и сам компьютер. На самом деле, вот даже по упаковке видно, что здесь постарались не то, чтобы сэкономить, а избавить вас от лишнего, потому что очень часто вам приходится доплачивать за то, чем вы никогда не будете пользоваться. В частности, это касается упаковки. Да, вам привезут там в лакшери коробки, все это дело, но вы за это заплатите, понимаете? Там и бренд накинет, и вот все эти материалы, там бумага такая-сякая. Нам это здесь вообще не нужно. Мы, пацаны, правильные, очень любим экономию. И ищем, конечно, ультильтарное устройство, которое нам за те деньги, которые мы отдадим, даст прям максимум, и на самом деле даже больше, чем все остальные. Вот так он выглядит. Ну, кстати, стиль вообще норм. Я, походу, отстал от жизни, пацаны, потому что последний раз игровой ноутбук довольно давно в руках держал. Мне казалось, что это такие здоровые гробы, жирные, тяжелые. Ими невозможно не то, что там пользоваться, их просто нереально таскать с собой. В данном случае аккуратный, клиновидные формы ноут. Вот сюда он стремится вообще вот к такой толщине, с металлической крышкой, черной. Вот этого подросткового вайба от него вообще нет. Короче, внешне это окей. Это прям действительно нормальный компьютер. Открываем. Здесь у нас... Вау, look at this! Смотри, какая тонкая рамка, прям очень тонкая. У нас здесь дисплей WQXGA, то есть разрешение не Full HD какое-нибудь стрёмное. 2 560 на 1600 точек, плюс ко всему экран 240 Гц. Вообще огонь. И давайте я вам сразу скажу вот что. В нем стоит процессор i9-13900HX. В 23-м году вышел. Очень мощный. Идеально подходит для всего. Мягкая клавиатура, чтобы ночью играть. Давайте пленочки снимать. Вот отсюда снимем пленочку. Вот эти наклейки я пока снимать не буду. Все, я его распаковал. Теперь моя задача его потестить, потому что эта тема серьезная. Я поеду домой, установлю на него все игры, протестирую, покатаю и все вам после этого расскажу. MyBemben X639, с которым я провел пару вечеров. Поиграл в Киперпанк, поиграл в новый Алан Вейк, конечно, в КС-ку покатал, да. Посидел в Афинте фото, что-то там пообрабатывал. Даже давинчик запустил, видосы помонтировал, цветокор накинул плюс-минус, да, как в своей повседневной работе. И вот что я вам хочу сказать. За эти деньги, с этим железом, а это Core i9-13900HX, NVIDIA 4080, между прочим, ноутбуков на ней довольно немного. Здесь 16 гигов оперативной памяти, очень серьезное охлаждение из 7 трубок, 2 вентиляторов и жидкого металла. Плюс ко всему, вы видите вот эти вот разъемы, вот они два. Вы можете подключить внешнее водяное охлаждение, то есть стоит прям отдельный блок, подключаешь сюда две трубки и компьютер у тебя вообще никогда не перегревается. Но и тут с этим все хорошо, чуть позже расскажу. Короче, вот за эти бабки, с этими характеристиками, это MyBandBand X639. Это, по сути, лучшее, что вы сегодня можете купить. Мы с пацанами посидели, проанализировали рынок. Я еще спросил в своем чатике с подписчиками ребят, которые в этом очень разбираются, по сути, такие же, как вы, чуваки, которые просто увлекаются всякими ПК, сборками, ноутбуками. И вот мы прям глубоко погрузились в сравнение, посмотрели, у кого что есть, за какие деньги. Я вам точно скажу, вот сколько сейчас MyBandBand стоит и сколько вы отдадите, вы за это получаете абсолютно лучшую конфигурацию и лучшее соотношение цена-качество. То есть, если вы захотите с таким железом какой-то очень именитый бренд купить, вам придется докидывать 50-70, в некоторых случаях даже 100 тысяч рублей за все эти свистоперделки в виде каких-то странных подсветок, которые, по большому счету, взрослым людям, таким, как мы с вами, да, и не нужны. Значит, смотрите. Первое после железа, что мне очень понравилось, это скромный, нормальный, взрослый мужской дизайн. Вы не сидите как школьник, ну, в хорошем смысле, у вас нет никаких лишних свистоперделок, и куда бы вы с этим компом не пришли, если вы не собираетесь покупать его как рыговую машину, а, например, берете как рабочую станцию, будете уверены в том, что на вас не будет косо смотреть. Он выглядит очень элегантно, очень простенько с одной стороны, но утилитарно и долговечно с другой. Мне прям нравится дизайн. То есть здесь не то, чтобы глаз за что отцепляется, как раз-таки наоборот. Вот скромный внешний вид, алюминиево-магниевый сплав у крышки, единственный минус ее, как и у всех таких металлических крышек, она лапается, надо постоянно протирать. Ну вот я вроде смог это сделать, как видите, ноут сейчас чистенький. И в целом он, я даже не могу сказать, на что похож, он просто выглядит как стандартный, современный 2023 года игровой ноут, с точки зрения дизайна, к которому мне даже и зацепиться-то, по большому счету, негде, да. Ну все в порядке здесь, все по классике. Давайте по разъему посмотрим. Два USB здесь, один USB здесь, микрофон-джек, джек для наушников. Сзади очень интересные штуки, как я и сказал, два коннектора для подключения внешнего охлаждения. Есть USB-C, HDMI полноразмерный, Ethernet, разъем для зарядки. И вот этот USB-C, это совмещенный USB-C с Thunderbolt 4-го поколения. То есть всю периферию, которая на Thunderbolt 4-м работает, вы сюда можете втыкать прям easy. Очень много вентиляционных отверстий. А, и кстати, SD-Reader полноразмерный для фотографов, для операторов тоже здесь есть. Пожалуйста, втыкайте большие флешки, никакие переходники вам, конечно же, не понадобятся. Очень много вентиляционных отверстий, очень много радиаторов, очень много всего. И это говорит нам о том, что ноутбук действительно производительный. Производительный, и при этом производитель подумал об охлаждении, потому что это важно. Да, он гудит, ну типа не сильно. Да, он может идти на взлет в Киберпанке, например. Но это все нам говорит о том, что он постоянно будет холодненький. Я поиграл, и даже спустя какое-то время, честно вам скажу, вот где ВСД, обычно на это жалуются, вот эта зона, она не нагрелась вообще. То есть я бы не заморачивался, я бы не подключал сюда внешнее охлаждение никакое, это уже если вы соберетесь прям совсем угорать и делать из, казалось бы, портативного устройства полноценную игровую домашнюю станцию. По сути, я отношусь к игровому ноутбуку как к мобильному, несмотря на что, гаджету. Если я захочу куда-то поехать надолго, вот я просто представляю, у меня там двое детей, например, жена, теща, и мы отправились в семейное путешествие, в Арзамас, например. И вот мы едем, что нам там делать? У нас дом на колесах, я подключу эту штуку, я подключу ее в 220 и буду сидеть катать в любую игру, в которую захочу. Пройду две компании, пока мы будем ехать. И в общем, когда мы будем в отеле, тоже смогу это сделать. Но главное, конечно, вот чисто мои жизненные запросы, это монтажная машина, мощная, классная. Я работаю на другой платформе, но если вы фотограф или человек, который монтирует на винде, для вас такое устройство, это просто подарок и счастье. Все в одном, я не думаю, что надо в 2023 году объяснять, зачем существуют игровые ноутбуки. Мы, казалось бы, постоянно пытаемся к ним придираться и говорить, да лучше комп собрать, лучше дома это все поставить. Ну блин, что делать, если вам нужно ультимативное решение, которое вы можете с собой таскать по всему миру, по всей стране. И вот с этой штукой вы кайфанете абсолютно точно. Он небольшой, не слишком тяжелый, при этом очень хорошо продуманное охлаждение. За счет 7 термотрубок и 2 кулеров. Внешне здесь не нужно, никакие, господи, там подставки охлаждающие тоже не нужны. Не надо сидеть с пакетом льда на коленках. Он по температуре прям нормально себя показал, даже после кучи бенчмарков, после Киперпанка на ультрах. В порядке с температурой здесь все, я вам точно могу сказать. Дальше, значит, с точки зрения самого компьютера, да, большой экран 16 дюймов, 2,5К, ну или если хотите 2К 16 на 10, разрешение 2560 на 1600. И это хороший дисплей, он достаточно яркий, он матовый, чем мне очень понравился. Понятное дело, что каких-то звезд с неба не хватает. Если вы берете его под ультра жесткий цветокор, имейте в виду, что лучше все-таки либо отнести его там на калибровку, либо подключить какой-то внешний монитор, ну тут разберетесь. Если в полевых условиях дисплея, я вам могу сказать, более чем достаточно будет, он прям неплохой. Но главная его фишка, это 240 Гц. Я как чел, который уже пару десятков лет катает в Counter-Strike, просто обоссался вообще от счастья. Мне очень понравилось, 240 Гц, это прям кайф, это прям хорошо, это то, что нужно. Сегодня в ноутбуках это плюс-минус стандарт, есть всякие 360 Гц, ну это какая-то такая себе история. 240 Гц, это вот прям пацанская Counter-Strike классика. По подсвечкам, конечно же, подсвечивается клавиатура, подсвечивается не просто ARGB, она переливается, она красиво это делает. При этом подсветку можно поменять, отключить, если вы человек уже все-таки, ну как минимум, окончивший в школу, да, то есть если вы не хотите вот этих всех блестяшек, можете их просто убирать. Что касается самой клавиатуры, она не просто полноразмерная, она еще и с нампадом, бухгалтера, девчоночки, да, все понимаем, зачем это нужно. Клавиатура большая, расстояние между клавишами тоже кайфовое, на ней удобно печатать, она достаточно тихая, никакая здесь не странная механика с какими-то шумными свечами, в этом плане все в порядке. Тачпад есть, это все, что вам нужно знать, потому что в игровом ноутбуке его никогда не нужен, только при настройке. Дальше вы подключаете мышку и начинаете уже с помощью нее, разумеется, катать. Вот, а в остальном, я честно даже не знаю, что вам рассказать еще, именно по корпусу. Мне нравятся материалы, здесь такой приятный soft-touch пластик. Опять же, он, кстати, внутренняя часть ноутбука, не маркая, на удивление, никакие отпечатки пальцев не остаются, даже если вы хаваете за игрой. Да, мы все это любим делать, разумеется. Вот, так что именно с точки зрения корпуса, я не знаю, нормальная машинка, прям нормальная, кайфовая штука. По железу мы с вами разобрались, еще раз, Core i9, Nvidia 4080, 16 гигов оперативной памяти, и главное, вы можете увеличивать ее объем, как оперативной памяти, так и флэш накопителя, без потери гарантии. Пацаны, вы берете компьютер за 200 плюс 1000 рублей, а значит, вы в него вкладываетесь на несколько лет вперед. Я очень сомневаюсь, что в следующем году вы такие, пойду куплю еще один такой, да? Нет, вы берете комп надолго, соответственно, вам важна возможность его улучшения, его апгрейда. И вот самое главное, что вы должны знать, если вы докинете SSD какой-нибудь пожирнее, если вы докинете оперативы, вы не потеряете гарантию. Это, пожалуй, самое важное. Конфигурируйте плюс-минус, как хотите, как вам хочется, хоть 32, хоть 64 сюда втыкайте, на здоровье вообще, MyBenBen не наругает вас за это. То есть вы не потеряете гарантию, компьютер будет по-прежнему обслуживаться, это прям реальный кайф. Ну и теперь самое главное, что мы будем делать, конечно, мы будем на нем играть. Я хотел поработать, но мне стало лень, потому что работы у меня в жизни и так хватает. Но, конечно, нет, я вам покажу какой-нибудь монтажик, вот смотрите, Affinity Photo, пожалуйста. Тут, я думаю, что даже комментировать ничего не надо. Равку открываешь с альфы, тудым-сюдым, цветокорич, брум-брум-брум, все, слои на слой, какую-то графику накидываешь, еще что-то. Это как типа Photoshop. То же самое, просто аналог, мне больше нравится. Здесь ворочаются без каких-либо проблем, просто идеально, ни одной задержки в производительности, что как бы логично. Как монтажная машина, я вам точно могу сказать, из Windows ноутбуков он ничем не хуже остальных одноклассников. То есть даже несмотря на то, что он дешевле, вы будете работать и в Premiere, и в After Effects, на здоровье вообще, все что угодно можете делать спокойно. Я вам прям отвечаю, точно говорю. То же самое касается DaVinci. Именно в этом плане, как рабочая машинка, X639, это прям топ и кайф. Плюс ко всему, чуваки, здесь есть кнопка переключения режима офиса, игры, ярости. Включаешь режим ярости, в Star, как он, в Stars Coffee, вот, там, где все сидят с этими, вот этими компьютерами, да. Да, приходишь, открываешь, включаешь режим ярости, и все, все рассосались, разбежались, а ты один сидишь с MyBandBand'ом и работаешь счастливо со своим прянично-ванильным рафом. И в целом мне еще, знаете, что понравилось? Что MyBandBand не делает акцента на каких-то своих софтверных штуках, которые, как правило, вообще никому не нужны. Вы можете их установить, есть контроль панель всякая и так далее, и так далее. Но в целом, после настройки, после установки винды, вы получаете чистый, адекватный компьютер, который вас ничем не отвлекает. Вы просто за ним либо играете, либо работаете. Единственное, что мне не очень понравилось, это звук, его тут просто нет, но я посоветовался с коллегами, они мне подсказали, что, в принципе, в игровых ноутбуках это довольно редкая история, либо эти самые ноутбуки должны стоить супердорого, ну, а я так и подумал, потому что либо мы будем подключать к нему какой-то саундбар ловкий, либо мы будем играть в наушниках. Все-таки это портативное устройство, поэтому динамики и то, как они звучат, я даже показывать не буду. Можете считать, что их просто нет, они для системных уведомлений и для просмотра какого-нибудь видоса подкаста, все, больше ни для чего. Ну и что, теперь самое главное, давайте поиграем, и играть мы будем в Киберпанк, мы будем играть в КС-ку, я еще скачал новый Alan Wake. Для начала, перед тем, как это сделать, давайте посмотрим на бенчмарки. Вот они все, я установил и Geekbench, и Cinebench, и Blender, и все, что мне, опять же, насоветовали, все, что я сам помню, у вас на экране все числа, все цифры для людей, которые любят глубокую аналитику по бенчмаркам. Вот, пожалуйста, вы можете убедиться, что это довольно производительное, мощное и находящееся в топе все-таки железо, несмотря, опять же, на стоимость, поэтому с бенчмарками все здесь окей. Дальше я пошел поиграть в Киберпанк, вообще, на самом деле, даже не проходил его, честно сказать, доброе утро, да, игра вышла вроде как уже давненько, но я хоть думаю, игровой ноутбук у меня появился на столе, да, и пойду покатаю. 50 FPS в среднем, что я вам точно могу сказать, для ультра настроек, вот прям самые жирные высокие настройки я всандалил сюда, это просто офигенно, ну, правда, машины на даже более мощном, скажем так, железе не всегда с Киберпанком справляются, здесь вы играете очень плавно, и именно на глаз, если бы я вот этот FPS-счетчик не включил, на глаз картинка супер хороша, плавна, и вообще, мне прям очень понравилось в Киберпанк бегать. В CS-ке ноль вопросов, 240 Гц, их надо раскрывать, нужна высокая частота кадров, здесь у меня претензий нет никаких, несмотря на то, что CS-ка это вообще бог весь какой беймарк для игрового компьютера, типа мы всегда, ну, киберспортсмены, да, с керамбитом, да, но у меня, правда, не керамбит, там тоже тигр, ну, как, не суть. Мы все-таки уменьшаем графику, занижаем ее прям в нулину для того, чтобы чувствовать себя более профессионально, но я решил немного отойти от киберспорта и поставить все-таки настройки такие, как если бы мне было 12, я открыл Counter-Strike впервые в своей жизни, мне хочется, чтобы все было сочно, тем более новая CS-ка, вторая, обновленный движок, Source и так далее, так далее, короче, здесь вопросов графики вообще никакой нет к производительности, никакие претензии не возникло. Alan Wake, это ремастер, недавно вышла обновленная графика, там вообще, гляд, просто запредельное количество деталей и всякого-всякого, опять же, на этой игре сейчас можно спокойно тестировать современные машины, если вывозят, ну, как и Cyberpunk, да, значит, можно брать. Salon Wake, пожалуйста, вот он у вас на экране, у меня тоже никаких вопросов не возникло. Мне очень нравится, как MyBandBand, бренд, который мы с вами уже на канале знаем, но, в принципе, он не у всех на слуху, короче, мне нравится, как они подошли к ценообразованию и к позиционированию. Они говорят, вот, у вас есть 200 с лишним тысяч, у нас есть вот такой ноутбук, вы не переплатите за что-то лишнее, вы не переплатите за бренд, вот это пресловутая, да, переплата за бренд, типа. Я сам говорю, ну, если вам нравится какой-то бренд, не грех за него хоть 100, хоть 200 тысяч рублей накинуть. Но в данном случае, когда вы покупаете все-таки рабочую машину, зачем-то делать, вообще непонятно. MyBandBand, ребята, скромные, несмотря на то, что они уже 10 лет существуют и 5 лет работают в России, они честно прямо и говорят, мы не у всех на слуху, не каждый второй человек в России использует нашу технику. Мы очень хотим, чтобы это было так, собственно, поэтому они к нам и приходят со своими устройствами. Но пока мы вот такие, амбициозные, но скромные, но такие, делаем крутые штуки, но не трещим об этом в каждом дворе, да, в каждой подворотне. И вот пока этот момент есть у нас с вами, купить подешевле, не потеряв в качестве, потому что, ну, типа, MyBandBand собираются на очень хороших фабриках, на лучших станках, на лучшей аппаратуре, тут даже спорить не о чем. Я почитал, походил по интернету отзывы, у народа нет никакого кипиша, никаких предрассудков. Чуваки, опять же, которых я лично знаю, которые просто угорают не первый год по этой всей игровой тематике, говорят, слушай, да это отличный компьютер, за свои бабки это прям нормальная штука, вообще вопросов к ней нет. И вот пока есть эта возможность покупать у MyBandBand вещи, которые стоят дешевле других, просто потому что ребят скромные и пытаются нам с вами угодить в России, это офигенный варик. Так что, если вдруг надумаете, ссылка есть в описании, я вам точно могу сказать, что вы кайфаниваете и придете еще под этот ролик писать счастливые комменты, потому что мы изучили вопрос, вот когда мне этот ноут приехал, я реально подошел к делу серьезно. Я сел, пошел, все поискал, все сам настроил, сел, да, то есть никому-то там отдал, и мне принесли готовый с играми уже компьютер, нет. Я сам все настроил, сам попользовался, винду накатил там 11, еще что-то сделал, пошел, пообщался с людьми, посидел на форумах, и сделал вывод, что вам x639 можно советовать вот так прям, вот положа руку на сердце и без всяких приколов. Надеюсь, этот видос вам помог определиться, сэкономить, и в итоге подарить себе, вот сейчас уже новогодняя пора, или студенту-ребенку там, или мужу, жене, не знаю уж кому, брату, тещу, дяде, лучший игровой ноутбук за эти деньги, который сегодня продается официально с гарантией в России. Спасибо, что посмотрели, это был Арсений Петров, хороших вам покупок и хороших вам предновогодних флексов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok